Интересный и интересующийся. Такой он брестский поэт, а с недавних пор и прозаик Михаил Кулеш. В каждом предмете, в каждом окружающем его человеке он видит тему для размышлений. Главное – улавливать детали. Именно они раскрывают того, кто стоит перед тобой. Своё первое стихотворение Михаил Иванович написал ещё будучи школьником. В юности был представителем литературного объединения при газете. Годы зрелые не давали возможности заниматься литературой. Росли дети, строилось жильё, семья несколько раз переезжала. Когда всё это осталось позади, Михаил Кулеш вновь вернулся к творчеству. В 2008 году мы переехали из Пинска в Брест жить. И на меня это произвело такое огромное впечатление. И как-то вот, как получилось, как вот точка отсчёта у меня. И случайно буквально на ходу шёл из дому на работу, наросил дождик такой. И родился по дороге такой полушуточный, полусерьёзный. Хотя у меня даже в шуточных стихах всегда я стараю закладывать смысл, чтобы это была не пустая трата времени. Вот. И такое получилось. А сегодня суббота, выходной, ну и что ж, я иду на работу, невзирая на дождь. Ну и так далее, короче говоря. Вот. И это меня окрылило. И после этого стихотворения посыпалось, как из рога изобилия. В творческом багаже литератора несколько поэтических сборников. Работа в соавторстве, переводы. Относительно недавности по графских станков сошла ещё одна рукопись. Сборник стихов «Я уже не тот», где есть и странички с прозой. Многих удивляет, почему такое интересное название. Значит, я её планировал назвать так, как называется одно из моих стихотворений, которое вошло в эту книгу. Оно, значит, название его звучит на латинском языке. «Нон сум квали с эром». «Я уже не тот», что был раньше. Ну, решили его опубликовать на русском языке и сократить для удобства. Получился сборник «Я уже не тот». Сегодня в рабочем графике Михаила Кулеши особое место занимает работа в литературном кружке на базе 10-й школы, который посещают юные дарования из разных уголков города. Все ребята – пишущие. Многие уже публикуются в печатных изданиях региона. «Усилия, труд помогают нам в деле. От этого дух появляется в теле. И сила направлена правильно, точно. И радость в душе закрепляется прочно». «Занятия проходят очень душевно, такая атмосфера приятная. То есть нет таких вот, как обычное занятие. Пришёл, тебе рассказывают материал, и ты уходишь. Нет. Тебе рассказывают всё, приводят примеры. Иногда где-то бывают пошутят, смягчат атмосферу, как только это возможно». «Перешла в лицей и встретила Михаила Ивановича. Он, так сказать, взял меня под своё крыло, помогал мне, давал мне вдохновение, учил писать, показывал, что не так, где какие недочёты, где можно так сделать, где можно так сделать, как будет лучше. Благодаря ему печатались мои стихотворения, мне было очень приятно». Главное, считает Михаил Кулеш, это увлечённость тем, что ты делаешь. Только так можно достичь успеха в творчестве, покорить любые вершины. Но не стоит забывать и о ещё одном важном принципе – верности своему «я», чувствам и эмоциям, которые в каждом из нас жили и продолжают жить. «Меня ничем сегодня не проймёшь. Я закалён в житейской круговертии, познал беду, предательство и ложь, и был не раз на волосок от смерти. Рассудит Бог, кто прав, кто виноват. Но, несмотря на опыт мой печальный, я тот же, что и 30 лет назад. Простой, открытый и сентиментальный. Я в жизнь врезаюсь, как шахтёр в забой. Девиз мой прежний – доброта и честность. Я, в принципе, остался сам собой. Немного только изменилась внешность». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...